привет всем и в этом видео я покажу как правильно носить с собой колонки от jbl вот такие вот большие да и колонки от sony например если речь идет о такой маленькой колонки то ее можно прицепить на ремешок там или еще что-то сделать но вот с такой большой колонкой так просто не управится многие люди скажут что вот здесь вот крепится ремешок но это не идеальное крепление для колонки потому что вы ее вешаете за ремешок она вот так вот висит у вас на поясе как правило она сзади или спереди висит вот и если вы идете с друзьями то звук он идет вот здесь спереди где эмблема jbl этот звук летит только в одну сторону получается окей если вы идете в городе ничего страшного звук отталкивается от стен и естественно все вокруг вас вы будут слышать но как только вы окажетесь где-нибудь в поле где-нибудь на дороге далеко от стен или где-нибудь в лесу может быть то этот звук будет слышно именно с той стороны куда направлена колонка то есть если она сзади висит то сзади вас будет слышно а спереди вас ну не затусишь короче также и наоборот если она будет спереди висеть то спереди будет слышно но сзади кто будет отставать вряд ли он тусанет под музыку нормально поэтому сейчас я вам покажу как правильно носить колонки для того чтобы могли тусануть все вокруг вас и не было никаких проблем независимо от того в городе вы находитесь или на открытой местности для этого вам нужен вот такой вот рюкзак самый простой самый дешевый и самый тряпичный то есть убедитесь в том что это не какой-то водонепроницаемый материал это именно должна быть самая настоящая ткань которая легко намокает которая пропускает воздух естественно такая ткань будет хорошо пропускать звук вот такой нам рюкзак нужен и теперь берем колонку и надо очень правильно ее туда внутрь положить то есть она когда будет находиться внутри рюкзака вот вы ее внутрь запихаете и колонка находиться должна вот этой эмблемой вниз рюкзака то есть когда уже в рюкзак засунете через тряпку пощупайте что эмблема находится снизу это нужно для того чтобы звук шел в пол желательно когда вы так засунули колонку то на эквалайзере добавьте немного высоких частот потому что от земли и от пола хуже отражаются высокие частоты чем если бы колонка была направлена на вас поэтому просто добавьте немного высоких засуньте его таким образом в рюкзак то же самое надо сделать и с колонкой от sony динамиками вниз и тогда звук будет равномерно отражаться от пола и вокруг вас все люди будут слышать ну на расстоянии 5 или 10 метров очень хорошо и громко звук все кто будет находиться дальше конечно звук будет потише это логично и второй вариант это колонку развернуть динамиками к верху к своей голове соответственно звук не будет отражаться от пола он даже не будет отражаться сверху не от чему отражаться соответственно домов он не будет отражаться и таким образом вы можете сами лично слушать музыку если вы допустим одни идете и не хотите мешать другим людям посторонним то же самое надо сделать с колонкой jbl и и надо просто запихать в рюкзак и блемой к верху соответственно никаких вещей сверху ложить не надо и тогда звук будет идти вам в уши напрямую к верху да вы будете слышать хорошо звука все остальные будут хуже слышать звук при том вы сможете экономить аккумулятор потому что звук будет хорошо слышно и вы сможете сделать колонку потише давайте засунем сейчас в рюкзак и посмотрим как это выглядит так берем колонку берем рюкзак и колонку вот этой эмблемой своем вниз вот так это должно получиться вот снизу рюкзака вот это низ рюкзака здесь видна эмблема вот она соответственно звук будет идти в пол теперь просто одеваем этот рюкзак вот внутри получается что вот эти вот ножки которую jbl они будут находиться ровно к вашей спине как будто колонка стоит у вас на спине играет вниз если вы ее перевернете значком к верху вот таким образом надо засунуть колонку чтобы звук шел вверх в сторону ваших ушей чтобы можно было слушать колонку потише экономить заряд аккумулятора и не мешать другим людям ну и все то же самое с колонками с sony надо так ее засунуть в рюкзак чтобы кнопки были на внешней стороне рюкзака а ножки были к спине вот так это будет выглядеть изнутри рюкзака на колонке sony в таком положении можно сверху те вещи также как и на jbl но если вы колонку развернете вверх динамиками то сверху же вещи конечно положить не получится потому что они будут мешать звуку это надо учитывать естественно если видео было полезно ставь лайк подписывайся на канал там же жми колокольчик ну и в комментариях обязательно напиши свое мнение насчет этого и как ты носишь свою колонку также в описании под видео будут все необходимые ссылочки и там же в мою группу вы можете скидывать фотографии ваших приспособлений как вы крепите свои колонки если у меня в группе наберется достаточное количество фотографий с вашими способами то я сниму следующее видео как я еще креплю свои колонки и туда вставлю фотографии ваших вариантов креплений колонок а на этом все всем удачи пока привет всем и ко мне только что пришла посылочка да видите это харман прям с их сайта заказал что внутри ну понятное дело колонки от jbl вот такая колоночка пришла оригинал соответственно прям с сайта харман кардон jbl charge 3 ну что сказать вас ждут новые тесты новые тесты с новой колонкой естественно заморозка и очень-очень много крутых тестов давайте откроем коробку вот так ну естественно надо колонку включить т.к. м 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 Ну что, давайте быстро приступим к каким-нибудь тестам. Привет всем, это моя колонка Sony SRS-XB40, которую я уже много раз тестировал и даже замораживал после всех тестов. Она работает не так, как хотелось бы, то есть она уже имеет достаточно поношенный вид. И я решил, что было бы нечестно делать следующий тест с колонкой, которая не совсем как новая. И поэтому я заказал себе новую колонку Sony SRS-XB40, тоже черного цвета. Для того, чтобы все тесты были честными. Так, это новая, вот это вот старая. Давайте быстренько сравним. Вроде никаких отличий, да? Так, ну, старую коробку убираем. Давайте откроем новую коробку и посмотрим, как выглядит полностью новая запечатанная на Sony. Так, о, я уже следы оставил на ней. Так, значит, ну, сзади такая наклейка. Вот, давайте ее включим сразу. Ну, все светится, все нормально. Я думаю, это нам не надо. Вот старая, вот новая. Так, давайте посмотрим, что в коробке. Единственное, что нету в упаковке с новой колонкой. Сейчас покажу. Так, в старой коробке это есть. Вот этой наклейки нету в новой коробке. Она была на старой колонке. Но я думаю, это не столь важная фигня. Первым делом надо ее, конечно, подключить. Так, спаривать колонку и телефон очень легко. Кладем его сверху. Подтверждаем. Да. Ждем. Подключено. Включаем музыку. Ну, что, давайте приступим быстренько к каким-нибудь тестам. Протестируем новенькую колоночку. Протестируем новенькую колонку. Протестируем новенькую колонку. Протестируем новенькую колонку. Протестируем новенькую колонку. Протестируем новенькую колонку.